«Руководство по выживанию в Китае» – так называется новое приложение для iPhone. Новинка помогает пользователям выбирать более безопасные продукты питания. Ввиду постоянных скандалов с токсичным продовольствием приложение стало в Китае более чем актуальным. За первые три дня после его появления в конце мая его скачали более 200 тысяч раз, и оно стало среди китайцев одним из самых популярных. На днях это приложение вышло и для системы Android. «Руководство по выживанию» в простой и доступной форме предоставляет самую свежую информацию о безопасности продуктов питания. Оно постоянно обновляется. Популярность приложения показывает, что китайцам приходится постоянно задумываться о том, что в их стране можно кушать, а что нельзя. «Теперь основные необходимые нам продукты, такие как рис и фасоль, очень дешёвые. Другими словами, они токсичные». Биолог из материкового Китая говорит, что токсичные продукты – это результат экономической политики в стране. «Ситуация для частных предприятий становится всё более тяжёлой из-за серии неудачных экономических законов, таких как правительственные налоги и другие сборы. В таких суровых условиях вполне возможно многие люди занимаются нелегальными вещами». Мясо с содержанием запрещённых химикатов, отравленные пельмени и поддельный тофу уже стали для Китая обычным явлением. Среди недавних скандалов с отравленным продовольствием ядовитые яблоки и поддельные яйца, изготовленные с использованием ядовитой соли. Информация о новых отравленных продуктах питания в Китае появляется практически ежедневно. Многие считают, что власти не только не решают эту проблему, но и усугубляют положение. «Производители даже договариваются с местными властями. Проверяющие органы смотрят на это сквозь пальцы, чтобы получить выгоду. Доходит даже до того, что некоторые проверяющие органы поощряют такие нелегальные дела, потому что если вы нарушаете закон, они получают от вас откаты». С этим согласен и активист в сфере безопасности продуктов питания Чен Юньфэй. «Это не просто техническая проблема, это политический вопрос. Все эти органы технического контроля, бюро индустрии и торговли бесполезны». Были и случаи с летальным исходом. Один из самых громких скандалов – детское питание с химикатом меламином, который недобросовестный производитель добавлял, чтобы создать видимость высокого содержания белка. В 2008 году в результате употребления такой молочной смеси погибло по меньшей мере шестеро детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова